Всем привет, друзья! 22 марта. С вами снова Дмитрий и УАЗ Патриот 2019 модельного года. Продолжаю отвечать на ваши вопросы из комментариев. Значит, первый вопрос, который я выделил, вибрации при запуске автомобиля. В общем, давайте проверим. Вибрации на руле, вы спрашивали, есть ли. Я сейчас просто сделаю так. Я камеру буду помещать в разные точки автомобиля. И по картинке вы сможете, ну и по звуку тоже, сможете оценить уровень вибраций. Так что так, поехали. Начинаем прогрев. Сегодня первый запуск автомобиля. Вот, смотрите, сейчас на руль буду помещать камеру. Так, ну, смотрите. Так. Руки мои, вот они где, камера. Так, камера стоит. И падает. Так, давайте вот так вот, вот сюда вот ее, в это место. В общем, вот, вибрации можете вы оценить. Вибраций нет. Практически нет. Вот я, ну, ничего не ощущаю. Вот, смотрите. Вот я опять поставил, поставил на руль. Если бы были вибрации, вы бы слышали, сразу же затрещало бы это все. Вот, давайте в другое место. В общем, вот, ну, давайте на панель поставлю вот сюда вот. Вибраций нет. Давайте вот сюда вот. Вот сюда поставлю. Вибраций нет. Так. Ну, куда, куда, куда еще поставить? Куда еще поставить? Вот смотрите, да, сбрасил двигатель обороты. В этом режиме вибраций побольше, естественно. Вот я держу рукой руль. Но, как вы видите, вот смотрите, рулевое колесо и панель. Видите, вибраций нет. Вот я ставлю телефон. Вот я поставил. Так. Как-нибудь его опять зафиксирую. Покажу вам. Так. Не очень не хочется стоять. Так. Сейчас, минуточку. Вот. Вот я его зафиксировал. Вот мои руки. Так. Опять телефон. Наш обзор прерывает. Я отвечу. Минуточку. Телефон нас отвлек. Ну, продолжаем смотреть. Значит, смотрите, вот. Вот сейчас обороты, видите, какие? Ну, и смотрите на рулевое колесо. И на панель приборов, допустим. Вибрации визуально как-то следить. Посмотрите, ставлю я камеру. Видите, небольшая дрожь присутствует, но она не критична. Когда двигатель прогревается, эта дрожь, она уходит. Значит, смотрите, вот сюда вот ставлю. Вибрации нет. Ставлю вот сюда. Вибрации нет. В общем, вот. Наверное, я на ваш вопрос ответил. На моей машине вот так вот. На других не знаю. Задавали вы вопрос насчет подменного автомобиля. В предыдущем ролике я ездил, машину на ночь оставлял. Там тестировали диагностику, проводили масштабную по проблеме плавающих оборотов. Вот. Ну, машина не потребовалась. Вечером я уехал на электричке. Утром я приехал. Отец у меня в Вологду ехал. Вот. Поэтому вместе с ним я вернулся. Ну, и пока там все тестировали, проблему вот эту вот поймали диагност. Данные отправили на завод, а я на своей машине уехал. И, наверное, вы заметили, да, обороты не плавают. Но сделали сброс адаптации мне опять, чтобы я, так скажем, не страдал от этого явления, пока завод ищет решение кардинальное. Все тогда про вибрации на холостых. Я думаю, что ответил. Переходим к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос. Победили ли влагу в салоне вот там, под ковриком? Не знаю. Патриот у меня первый на предыдущих машинах. Как там было, не в курсе. Кстати, вот коврики от Саранской резинотехнической компании. 3D-коврики. Я про них уже ролик снимал. Очень мне нравятся. Так. В общем, смотрим тогда. Все сухо. Все сухо. И вот здесь где-то есть... Так. Вот, кстати говоря, тут вот разрез. Вот. И здесь, я так понимаю, можно посмотреть. Здесь самое низкое место и должна быть влага. Если она... Если бы она... В общем, короче, если бы влага скапливалась, она была бы там. Ну вот, смотрите. Все сухо. Так что влаги в салоне нет. Конечно же, мы не забудем заглянуть под коврик на месте пассажира переднего. Так. Убираем наш коврик. Значит, вот сюда его. Так. И смотрите. Вот еще одно у нас отверстие. Технологическое, так скажем. Ну вот и смотрим. Вот. Смотрите. Все сухо. Никакой влаги. Все. Все сухое. Никаких проблем. Ничего нигде не течет. Вот вам и ответ. Переходим к следующему вопросу. Покажу вам состояние пыльников на шрусах. Был и такой вопрос. Я, конечно, это показывал. Но давайте еще раз. Вот смотрите. Раз. И два. Был вопрос по поводу датчика дождя. Как он себя оправдывает. Нормально ли работает. Кто не видел, у меня на канале есть ролик по приобретению этого датчика и установке его. Датчик называется DDA 2502. Производится в Тольятти. У них есть сайт. Можно на сайте заказывать. В общем, вот, как вы видите, сейчас идет дождик. На степле видно, да? Ну и вот он работает. Сейчас в автоматическом режиме. Включен. И все нормально. Поступил вопрос также по поводу моих расходов на содержание машины. Но он не совсем, так скажем, четко был сформулирован. Поэтому постараюсь ответить. Не знаю, получится это полностью или нет сделать. Ну, в общем, так. Вопрос был такой, что кроме бензина, есть ли какие-то еще траты на машину? И если есть, то изложите что-то в этом духе. В общем, трат, кроме как на бензин, никаких у меня нет. Вот машина за весь свой пробег, вот в 23100 уже практически, ни одной поломки не было за этот пробег. То есть, соответственно, ничего и делать не пришлось. Да, трата была 300 рублей, когда у меня колодки прихватило. И с утра я их сдернул. Вот у меня ролик тоже был по этому поводу. Там нарушилась автоматическая регулировка. Пришлось снимать барабан тормозной. В принципе, я мог это и сам сделать, конечно. Решил на сервис обратиться. Там быстро все поправили. И проблем никаких нет. В общем, вот и все, собственно говоря. А так я только езжу и... И ничего. Бензин заливаю. Бензин лью сейчас. Shell V-Power. Машина на нем хорошо работает. Вот такой ответ. Ну и, наверное, на сегодня достаточно. Всех с пятницей. Кому в выходные доведется отдохнуть. И до новых встреч на канале. Всем пока. Всем удачи.